В новой квартире пахло влажными обоями. Запах был приятен. Он ассоциировался с уверенностью в завтрашнем дне, надежностью и чувством владения семью-десятью квадратными метрами жилой площади. Впервые за долгие годы скитания по съемным квартирам отпустил Толика подступный страх быть выселенным по прихоти хозяев. Даже многодневная нервотрепка при подготовке к переезду не смогла испортить ему приподнятого настроения. С обретением квартиры показалось Толику, что он застолбил место на земном шаре и теперь никогда не умрет. По случаю новоселья Анюта испекла рыбный пирог с яйцом и зеленым лучком, поставила его на середину стола, за которым собралась семья Титовых – отец, мать, да четверо ребятишек. Анюта раскраснелась, хозяйничая, разливала чай, нарезала куски, шутила с детьми. Дети звенили ложками о чашке, размешивая сахар, и с нетерпением поглядывали на поблескивающий коричневой коркой рыбник. Толик смотрел на семью и был счастлив, как в детстве у мамы. Неожиданно подумал он и почувствовал, как только что переживаемое счастье затуманилось и потеряло лоск, будто червячок поселился в совершенном яблоке. Начал вспоминать, когда последний раз писал матери. Кажется, в год рождения первенца, сейчас Алешке тринадцать. Виделся с матерью сразу после армии, потом уехал за тридевять земель на стройку. С их последнего свидания прошло двадцать четыре года. «Налетай!» – задорно призвала Анюта, села на стол и отхлебнула несколько глотков чая. Сынишки зачвакали, озорно переглядываясь и перемигиваясь, захлюпали ртами, втягивая горячий янтарный напиток и заюрзали на стульях. Оживление за столом немного расслабило Толика. Он с благодарностью принял у жены большой кусок пирога и стал не спеша есть. «Анют, а где синяя папка с письмами?» «Я еще три картонных коробки не разобрала, наверное, в одной из них. Найди мне ее. Срочно надо или подождешь? Срочно!» Ребятишки уминали по второму куску. Анюта подливала в чашки, улыбкой откликаясь на веселый детский гомон. Титовы дружно доели и допили. Первая трапеза в новой квартире оказалась неимоверно вкусной и укрепила ощущение счастья. Спустя час сидел Толик за кухонным столом и просматривал содержимое папки. В ней хранились несколько писем от сослуживцев, штук двадцать армейских фотографий и весточка от мамы. Когда он уходил в армию, матери исполнилось пятьдесят. Она писала ему длинные послания, перечисляя деревенские новости и какие-то мировые сенсации. Шутила по-простому, по-бабьему и неизменно заканчивала своим обычным «сночку Толику» от мамы Оленьки. Молодого солдата раздражали эти письма. Он их прочитывал бегло, рвал на мелкие куски и выбрасывал в урну. Интереснее читать письма от девчонок, которые сотнями доставляла армейская почта на имя самого красивого или самого веселого солдата. Толик пожалел сейчас о тех уничтоженных письмах. Сердце будто в размерах уменьшилось. До чего неприятное чувство сжало его. Он взял в руки единственное, сохраненное письмо матери, оставшееся с давних времен, развернул. «Здравствуй, дорогой сыночек Толик. Дошла до меня весть, что твой отец, от которого ты родился, помер. Уж и не помнишь его, поди, малой ты был, когда он нас оставил. Так папаня твой и не удосужился сынка увидеть. А ведь ты ему кровный, и я тебя уж столько лет не вижу. Не знаю, свидимся ли мы еще». А внизу добавлено «сыну Толи от мамы Оли присказку поменяла». Отметил про себя Титов. «Аню, отпустишь меня? Мать надо навестить». «Как не вовремя? Столько работы в квартире. И денег на поездку нет. Все переезд сожрал». «Что, совсем нет?» «Нет. Я зарплату получу через две недели. Твои отпускные на ремонт квартиры ушли. Получка у тебя только через месяц. Едва на еду до моей зарплаты хватит». «Значит, у Симоновых надо в долг брать». «Что ж так приспичило, а? Сколько лет словом не вспоминал, и вдруг поеду. А мне одной с четырьмя бойцами по детсадам школам мотаться и на работу успевать бегать». «Чувства у меня нехорошие. Анют, отпусти. С детьми попрошу Любу Симонову пособить. Если уж брать в долг, то по полной». «А, Анют, доезжай уж, горемыка!» Анюта обняла мужа, прижалась щекой к его щеке, постояла так немного и пошла в комнаты, тешась мыслями об улучшении семейного быта. Дорога заняла три тягучих дня. Толику странно было думать, что он едет домой, к маме. Сколько лет не был в этих краях. Добирался сначала поездом, потом автобусом, на попутке и пешком. Он преодолевал последние сотни метров, ведущие к родной избе. Шел странной походкой на ватных ногах, часто вздыхал полной грудью, пытаясь уменьшить волнение, и внимательно смотрел окрест. Деревня изменилась, обветшали и вросли в землю избы. Все постройки были одного цвета, серого. Кое-где ровными грядками зеленили огороды, но в основном запустенье, безрадостное, вымороченное отчаянием. С трудом узнал родительский двор, подошел к выгнутому дугой штакетнику, толкнул калитку, сделал несколько шагов и остановился посреди небольшого подворья. Обляделся, вздохнул еще раз, прошагал к избе и ступил на порог. Дверь оказалась не запертой. Пересек сени, торкнул еще одну дверь и вошел в сумрак горницы. — Есть кто живой? — спросил тихо. — А как же, я живая? — раздался голос из чернеющего угла. Глаза Толика скоро привыкли к темноте, и он различил фигуру старушки, примастившуюся на краю кровати. Толик опустил рюкзак на пол и присел на скамью. — Из собеса будете? — спросила мать. — Нет. Летом привезли чурки, и уж месяц поди жду, когда кого-нибудь пришлют дров наколоть и все не перенесть. В прошлом году зима была суровая, еле дотянула. Думала, за индивею в ледяной избе. Эту зиму ожидаем слабую, но без дров и мягкая зима жестко постелит. — Давайте я вам дров наколю, — вскочил Толик, неожиданно для себя назвав мать на вы. — Сиди. Успеется. Чай по другому делу пришел. Чует мое сердце, что снова про пенсию новость плохую принес. Мародерствуют начальники. Зачем у бабки последнее отбирать? Идь той пенсии с голькин нос. И на что вы живете? Из Собеса шествуют надо мной. Раз в неделю приезжают. Хлеба и молока привозят. А когда и крупы с маргарином. Мало, конечно. Да я экономная. Тяну до следующего раза. А чем вы занимаетесь? Что? Что делаете? Сижу. Нет, я не про то, что вы сейчас делаете. Я про то, чем вы каждый день занимаетесь. Сижу. Что еще делать? А ты по какому делу, мил человек? На чьем-то дворе залаяла собака. Кудахнула курица. А с неба донесся гол летящего над облаками самолета. Сын я ваш, Ольга Герасимовна. Сын? Недоверчиво протянула старушка. Нету у меня сына. Пропал он. Как пропал? Вот он я. Неужто не узнаете? Посмотрите внимательно. А мне теперь, смотри, не смотри, все одно. Ослепла я. Как ослепли? А вот так. Не вижу ничего. В темноте живу. Уж приноровилась. Да и экономия, опять же. Электричество не трачу. Другие копеечку за свет отдают. А у меня нету копеечек. Правильно Господь рассудил. Чем государству за электричество задалживать, лучше пусть бабка ослепнет. Я выйду на минуту. А чего ж? Выходь. Неприглядно и бесприютно выглядело подворье. Подул ветер и охолодил слезы на щеках взрослого сына. Завыл бы мужик. Да постеснялся чувство оголить. Скрипнул зубами. Вытер слезы рукавом. Высморкался в сторону и пошел к сараю. Там увидел гору березовых чурок. В сарае отыскал топор, выбрал чурку покрупнее и начал колоть на ней дрова. С работой Толик справился к вечеру. Дрова ровнюхонько уложил по обе стороны просторных сеней, взял несколько поленьев и затопил печь. А кто вам печь растапливает? Так и не решаясь назвать старушку мамой, поинтересовался Толик. «Сама. У меня на пальцах за столько лет короста от ожогов образовалось, так что если суну руку в пламя, то уже и не больно». Разогрели еду в кастрюльке. На раскаленные круги печной плиты поставили чайник. Ольга Герасимовна стояла у стола и накладывала в тарелку кашу. Толик окинул взглядом ее фигуру и поразился изменением. Худенькая, седая, беззубая, старая женщина небольшого росточка, с невидящими глазами, улыбающимся лицом и обожженными пальцами была его мамой. Он спинным мозгом ощутил течение времени, а взглядом успел уловить, как начинают блекнуть очертания фигуры матери, истекая в небытие. Толик мотнул головой, прогоняя видение, и спросил, «Я переночую у вас?» «А чего ж ночуй?» После ужина отправился Толик в боковую комнатенку на старый диван. Лампу не стал зажигать, нашарил в потемках одеяло, лег не раздеваясь, укрылся по самый подбородок и крепко задумался. Не затем он сюда приехал, чтоб каши отведать, рассказать бы ей про все его заботы, про то, как горбился на тяжелых работах, себя не жалел, чтоб лишнюю копейку иметь. Как прежде, чем женился, денег поднакопил на шикарную свадьбу и на машину, завидным женихом стал. Пахал по две-три смены, хватало и на оплату съемных квартир, и на шобу молодой жене, и на кооператив откладывал, на море семью возил и не раз, четверых сыновей родил, и у каждого своя сберкнижка на образование, квартиру купил, наконец, большую, просторную. Не просто так все далось, ох, непросто. Толик долго ворочался сбоку-набок, вздыхал, кашлял, потом поднялся рывком и пошел на ощупь в горницу. На фоне светлеющего окошка увидел черный силуэт матери, сидящей в своей извечной позе на краю кровати. «Не спите?» Он набрал воздух в легкие, чтобы одним махом выложить матери историю своей трудной жизни, как вдруг услышал. «Я ведь не знаю, кто ты такой. Помирать не боюсь, смерти каждый день жду. Господь не торопится меня забирать, и ты его не торопи. Зря вы так, ничего плохого я вам не сделаю. Как мне доказать, что я ваш сын? Зачем доказывать? Сыновья? Они о родителях пекутся так же, как родители о них когда-то пеклись. Я своего до самой армии пестовала. В девятнадцать призвали его. Пока был в армии, письма писала, домами была с ним. А после армии приехал на два дня. С тех пор его и не видела. Знаю, что сынок у него родился. Теперь уже четверо. Вон как! А ты откуда знаешь? Ольга Герасимовна, я, я сын ваш. Помните, когда мне было пять лет? Когда мне пять лет исполнилось, вы щенка подарили. Я его вечером с собой в постель брал, а вы ругались. Нет, не помню. А вот шрам на локте. Потрогайте. Вы обед готовили, а я под руками вертелся и нечаянно прислонился к раскаленной кочерге. Вы мне несколько дней маслом подсолнечным ожог смазывали. Не помню. А друга моего, Ваську Петренко, помните? Он тоже безотцовщиной был. С матерью его, правда, вы не ладили? Не помню, мил человек. Да как же так? Я и лицом на вас похож. Я сын ваш, а вы мать моя. У старушки дрогнули веки. Толик не видел этого. Темнота надежно скрывала выражение лица матери. Однажды я влюбился. Мне было четырнадцать, а ей двенадцать. Я привел невесту домой и сказал, что теперь она будет жить с нами. Вы прогнали мою невесту и отлучили меня. Помните? Неужели ничего не помните? Как же так забыть такое? Я заберу вас к себе. Нет, мил человек, мне здесь привычнее. Я хоть и слепа, но каждый уголок знаю, каждую стеночку. Ты иди спать, не тревожься, утром поедешь. Толик проснулся с больной головой. Не думал, что так повидаются с матерью. Ожидал чуть ли не праздничной суеты, слез радости, ахов и охов, а оно, видишь, как получилось, не признало мать сына своего. Ехал сюда с тяжелым сердцем, а уезжает с глыбой на душе. Что-то подсказывало ему, повиниться надо перед матерью, но не чувствовал сын вины своей перед нею. Значит, и каяться было не в чем. Отчая, предложенного матерью, отказался. Закинул рюкзак на плечо, подошел к ней, не решаясь обнять на прощание. Всматривался в морщинистое лицо и чувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. Поехал я. Доброго пути. Ступил на подворье, оглянулся, в окне увидел мать. Лицо ее казалось печальным. Отворил калитку и зашагал широким шагом по улице в сторону столицы. Чем дальше уходил от деревни, тем легче становилось. Чикнул воображаемым ножом, отрезал широкий ломоть жизненного хлеба. Бросил его на дорогу и сразу же успокоился. У каждого своя судьба, а мне семью поднимать надо, сказал сам себе Толик и зашагал еще быстрее, мысленно отправляясь туда, где был его дом, жена и дети. Ольга Герасимовна долго сидела на своем посту у окна, ни разу не шелохнулась. Наконец произнесла, вот и свиделись, сынок, успел таки.